Накануне на заседании общественной палаты Бурятии депутат народного хурала Анатолий Кушнарев рассказал о планах по экономическому развитию региона. Чиновник отметил, что власть большие надежды возлагает на туризм. Хотелось бы, чтобы нам оказали помощь в развитии двух курортов, которые, в общем-то, обслуживают наше население. Это курорты Оршана и Горячинск. В том виде, в котором сейчас находятся оба курорта, ну вы знаете, да. Просто, честно говоря, неудобно там бывать. Не всегда приятно, значит, рушатся и сами здания, и качество, и так далее. Предложения по реконструкции уже есть, правда, от заграничных инвесторов. Сейчас же курорты не отвечают даже самым простым санитарным нормам. Например, в Горячинске сточные воды от ванных комнат попадают прямо в термальный источник. Должна быть очистка сточных вод. И потом мы видим, что котельная снова работает. То есть для отопления не используется вот эта термальная вода, вот она течет сама себе, греет окружающую среду. То есть это, опять же, нерациональное использование природных ресурсов. Кроме того, даже сами здания курортов практически развалились. В конечном итоге это приводит к потере рабочих мест и росту безработицы. Такое положение влияет и на миграцию молодежи с Байкала в столицу Бурятии, а то и вовсе в другие регионы. Все это приводит к тому, что жить на Байкале становится просто невозможно. И вы видели, что в селах, в некоторых уже остались только пенсионеры. Все работоспособные уехали, потому что нет работы и она не предвидится. Потому что невозможно при этих ограничениях как-то развивать экономику. В Гавани почему-то туристы не останавливаются. Они останавливаются на берегу у нас в Горячинске. Года через два у нас на нашем побережье в Горячинске нечего будет делать. Там будет уже весь песок замазан мазутой, бензином и так далее. Вся будет растительность вытоптана. Большие надежды туристической сферы возлагали на Байкальскую гавань. Но и здесь все уже давно поросло мхом. Из-за напряженности в экономике инвесторы не рискуют вкладываться в развитие особой зоны. Тем временем, пока резиденты приходят и уходят, вся инфраструктура простаивает. Вторая проблема – это сохранение финансирования проекта. Мы все понимаем, что инженерная инфраструктура на период, пока резиденты не вышли, она нуждается в содержании, в эксплуатации. То есть мы несем определенные убытки по содержанию объектов. И поэтому наша задача максимально быстро обеспечить выход на площадки резидентов. Тем не менее, общественники не особо верят в такие причины простаивания объектов. Сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта Александр Бричалов отметил, что проблема, скорее всего, в неэффективном расходовании денег, а не в их недостатке. Давайте говорить про эффективность. Насколько эффективно каждый рубль был потрачен – это раз. Второе – это насколько есть желание резидентов пускать хотя бы на те территории, которые уже готовы. А пока Байкальская гавань ждет своего часа, туристы отдыхают где придется. По всему побережью в течение сезона стоят тысячи палаток. Только берега озера не выдерживают такого наплыва отдыхающих. Здесь элементарно нет туалетов и мусорных баков. И все потому, что ни одно ведомство не имеет права обслуживать эти берега. И о каком развитии туризма мы можем мечтать. Ставили эти вопросы на район, ставили в республике, давали предложения. Все понимают, все, да, правильно вы говорите, соглашаются, но никаких мер не принимают. В плане мер каких? Нужно просто прописать в законе, кто будет этим заниматься и на какие средства. Сейчас ситуацией на байкальских курортах заинтересовалась Генпрокуратура России. Активисты ОНФ подали заявление на проверку Байкальской гавани. Фронтовики обещают, если до следующего форума, который пройдет в ноябре, ситуация не сдвинется с мертвой точки, они будут жаловаться лично Владимиру Путину. Галина Соболева, Вячеслав Батуев, Первая альтернативная.